Дневной разворот За последний год на днях состоялась конференция традиционная ОНФ и у нас в студии сопредседателя регионального штаба ОНФ Дмитрий Сергеев. Дмитрий Валерьевич, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Мы напомним, что ОНФ контролирует, курирует, изучает, исследует очень много направлений, очень много тем. И сегодня мы постараемся об основных хотя бы поговорить. Это и качество дорожного ремонта, генеральная уборка проекта, напрямую связанность с чистотой региона, благоустройство дворов, молодежное направление, детское направление, капитальный ремонт. Очень много всего. И сегодня мы постараемся как-то саккумулировать и рассказать и нам, и нашим слушателям о том, что же было сделано. Ну давайте начнем все-таки с генеральной уборки. Один из основных проектов ОНФ. Наверное, хочу сказать, что есть по каждому направлению свои кураторы, скажем так. То есть те, кто организует эту работу, тот, кто более глубоко в нее погружен. Генеральная уборка не мой проект. Я все-таки как человек, который больше связан со строительством, другими вопросами занимаюсь. Но проект стартовал. То есть идея какая была первоначально заложена, это выявление свалок, которые у нас не являются на бумаге таковыми. То есть была запущена интерактивная карта, на которую каждый житель Кирова, Кировской области мог поставить точку, сфотографировав какую-то несанкционированную свалку. Дальше мы выезжали... В любом месте. Там, где она фактически находилась. Дальше мы выезжали на это место, естественно, проверяли информацию. Если она подтверждалась, то мы наносили эту точку на карту. Это карта федеральная. То есть она запущена на все территории нашей страны. Результат какой получен? Конечно, большинство свалок находятся вблизи крупных городов, а также вблизи населенных пунктов. То есть это места несанкционированного размещения отходов жизнедеятельности. То есть это, как правило, в большей степени это были отходы от твердых бытовых отходов. Но помимо этого мы находили еще какие-то вещи, которые, скажем, относились к первому классу опасности. Это, например, ртутные лампы. Либо находили медикаменты, которые истек срок годности. Либо находили отходы от медицинских центров. То есть вот... Но совсем недавно случай в направлении аэропорта, да, Стрижей, как раз прогремевший. Да. В том числе мы имеем в виду его. То есть вот эти факты мы обобщали. И дальше. Какие... Это как бы первый этап, да, то есть найти. Второй этап это принять какие-то меры. Меры здесь были разные. То есть это обращение в органы власти тех, кто должен заниматься этими проблемами. То есть нужно понять, на чьей территории, собственно, обнаружены все находятся. То есть это частная, либо муниципальная, либо это может быть областная земля. То есть обратиться к тому, кто должен за этой территорией следить. Большинство свалок, конечно, находятся в местах общего пользования. То есть на муниципальных, на областных землях. И обращения были направлены в муниципалитеты с просьбой навести порядок. Помимо этого, какие-то небольшие свалки, локальные, при помощи наших активистов, при обращении к жителям, обращении к каким-то коммерческим структурам, нам удалось самим локализовать. То есть были проведены субботники, где мы собирали эти отходы. В каких-то случаях нам помогали и муниципалитеты, нам давали возможность разместить, то есть давали талоны на вывоз отходов. То есть не то, что их собрать, но их еще нужно вывезти куда-то. То есть вот такие локальные акции у нас тоже проходили с целью, ну, конечно, убрать свалку. Во-вторых, это привлечь жителей к тому, что здесь больше мусора нет, здесь мусора больше не надо. То есть мы вам помогли очиститься дальше, давайте поможем жить цивилизованно. А были случаи, а сколько вообще, кстати, удалось, считали, ликвидировать этих несанкционированных свалок? Если я не ошибаюсь, у нас было выявлено порядка чуть менее 200 свалок. Это территория всего региона? Да, допустим, да. То есть сами мы провели несколько десятков, то есть где-то около 20 мероприятий по уборке. А так примерно 40% свалок всего, то есть суммарно, удалось ликвидировать при помощи разных и муниципалитетов, и субботников, и каких-то, может быть, обращений к собственникам земельных участков. Вот такие результаты работы. А знаете, вот что мне интересно, как изменилось восприятие Общероссийского народного фронта в органах власти, либо в коммерческих структурах? То есть вот вы приходите или присылаете им какой-то документ, что, ребята, вот у вас здесь непорядок, все не так. Как на вас реагируют? Как изменилась реакция? Ну, начну с того, что мы все-таки общественная организация, да, то есть у нас каких-то дополнительных полномочий, там... Куры у нас нет. Корочек нет, куры нет. Нет, ну подождите, у вас есть Владимир Владимирович, поднятый на флаг. Да, это наш... Козырь в рукаве. Ну да, это серьезный аргумент, при помощи которого мы все-таки, наверное, можем добиться большего, нежели другие организации общественные. Но, естественно, мы действуем как общественная организация, то есть мы можем, обозначив проблему, обратиться к тем, кто должен ее устранять, к тем, кто должен ее исправлять. Если мы видим, что здесь нарушается законодательство и меры соответствующие органы государственной власти не предпринимают, есть у нас надзорные органы, да, то есть это прокуратура, может быть, вышестоящая инстанция. То есть, соответственно, зная, кто не выполнил, мы можем обратиться к тому, кто должен надзирать над тем, кто не выполнил. Нет, ну а как на вас реагируют органы госвласти, например? Ну, узнаваемость общественной организации, она все-таки с каждым годом повышается, поэтому реагируют. Во всяком случае, если раньше можно было столкнуться просто на игнорирование наших обращений, то сейчас такого уже, скажем, отношения нет. Да, бывают вопросы, когда муниципалитет в силу разных причин не может решить эти вопросы в силу отсутствия финансирования, либо где-то мы натыкаемся на вопросы, скажем, непонимания важности этой проблемы и просто на отписки, то другие рычаги воздействуют через, опять же, надзорные органы у нас все равно есть. И здесь, скажем, вот со стороны надзорных органов, поскольку наши обращения все-таки законны, да, то есть ничего такого того, чтобы за рамки мы не можем просить, поэтому здесь большинство наших обращений в прокуратуру находят ответ и выносятся предписания, предостережения об устранении нарушений закона. Видишь, Юля, просто у некоторых членов регионального штаба МНФ есть еще другие должности, другие полномочия, но не секрет, что Дмитрий Валич еще и депутатом законодательного собрания Кировской области является. Это помогает? Это один из вариантов или как бы из-за путей, как можно реализовать наши общественные деяния. То есть, например, сразу перехожу к конкретному примеру, у нас было обращение от общества инвалидов, у нас есть закон, по которому инвалидов организации обязаны устраивать на работу, но не всегда у организации есть возможность устроить на работу, сам скажу, что у строительной организации, например, очень ограниченное количество каких-то... Видов работ, да. ...профессий, на которые можно устроить человека с ограниченными возможностями. Следующий момент. Нужна организация какого-то специального рабочего места, то есть для человека, для этой категории наших жителей. Тоже, опять же, вот такой вопрос, не всегда там, может быть, даже деньги, просто технические либо технологические невозможно. Соответственно, у нас был сделан законопроект, по которому работник мог быть устроен на другом предприятии, но он выполнял какую-то, может быть, продукцию либо работу для того, кто заказывал. И это засчитывалось как для... Как трудоустройства человека с ограниченными возможностями. Как выполнение норм законодательства, да, то есть он способствовал созданию одного рабочего места для людей с ограниченными возможностями. То есть вот этот законопроект нами был инициирован. Что с ним? Он принят? Он принят. Да, он принят. И вот на конференции руководитель как раз общества инвалидов сказал, что да, это положительный момент. Не скажу, что сразу решилась проблема. Но это еще появился один момент. И то есть там, если появится в этом году одно, два, три рабочих места, в следующем году еще несколько рабочих мест, то это все равно будет шаг вперед. Возвращаясь все-таки перед паузой, да, перед тем, как мы сделаем паузу, к проекту генеральной уборки, она продолжается, эта работа, да? Интерактивная карта, она существует бессрочная, можно искать в интернете, легко найти и размещать, собственно. Да, если у вас есть информация, то, естественно, вы можете эту информацию там разместить. Мы ее проверим. И, значит, точка, причем она не то, что появилась точка, есть свалка, да, дальше она как бы отслеживается. То есть первоначально есть информация. Дальше следующий момент, это направленное обращение к органам власти. И мы ее отслеживаем до того момента, пока эта свалка не будет убрана. То есть мы не то, что там поставили точку и забыли. То есть нет, мы ее продолжаем отслеживать. А есть такие случаи, где было убрано и снова появилось что-то? Есть такие случаи. То есть это, опять же, места вблизи населенных пунктов, мест, где индивидуальное жилье у нас построено. То есть это, ну, далеко ходить не будем, это город Киров, когда жители у нас, не заключая договор на вывоз ТБО, не имеют возможности просто свои бытовые отходы куда-то разместить. И, соответственно, там, где они там 5-10 лет назад экскладировали, убрали, свалка появляется вновь. Здесь вопрос не решен, наверное, на законодательном уровне. Почему? Вот жители многоквартирных домов, управляющие компанией обязаны заключить договор на вывоз бытовых отходов. У жителей индивидуального сектора таких обязанностей нет. И здесь, конечно, наверное, работа ложится больше на органы муниципалитета, разъяснять о том, что необходимо заключать такие договоры. Но, опять же, сознание остается на невысоком уровне, и поэтому вот эти свалки, они периодически возникают. А такие свалки вы тоже снова убираете или снова обращаетесь к муниципалитету? В бюджет города Кирова заложены деньги на уборку несанкционированных свалок. То есть вот это как раз мы все скидываемся на то, чтобы убрать чей-то мусор. То есть вот эта, к сожалению, практика, она продолжается из года в год. Будет изменено законодательство? Что вы будете на этом настаивать, чтобы индивидуалов тоже... Пока мы этот вопрос обсуждаем, на каком уровне нужно внести изменения. То есть на уровне муниципалитета и на уровне региона. То есть вот эти поправки, они есть. То есть, например, правила внешнего благоустройства города Кирова. Но это нужно поймать за руку того, кто выкидывает пакет мусора. То есть то, наверное, что сделать сложно. Хотя, например, в Подмосковье вот эта компания по поимку за руку, она проходит, стоят специальные машины с камерами, где они... Да, там видеофиксация. Видеофиксация. И там результат, наверное, все-таки определенный будет достигнуть именно за счет того, чтобы имали человека за руку. То есть никому неприятно, когда тебя перед соседями, например, в таком действии неблагоприятным застанут. Ну и, соответственно, за это приходит штраф. Это будет штраф. А сколько штраф составляет? Не помните парадок цифров? В Кирове от 3 до 5 тысяч рублей. Нарушение правил внешнего благоустройства. В зависимости от физическое лицо. Это ведь не только выкинутый пакет с мусором. Это даже выброшенный окурок на улицу. Вот договорный вывоз ТБО на полгода. Что-то в районе 250 рублей. Это я наш пример привожу. В месяц 50 рублей для частного сектора, я слышал. Ну вот я говорю на полгода. Я говорю на полгода за 6 месяцев. Ну то есть это сумма какая-то совершенно не критичная для бюджета. Семейного. Семейного, конечно. Вопрос тому, что до этого нужно сознание человека дорасти. То есть что мне необходимо, раз я здесь живу, то мне нужно убирать мусор за собой. Ну вот это как раз просветительское, может быть, повышение. Получается, что проще поймать за руку, поставить машину с видеофиксацией и наложить штраф, чем достучаться до человека и объяснить ему, что вдруг как бы неси ответственность за то место, где ты живешь. Здесь я еще мысль, наверное, не закончил. С муниципалитетами, с руководителями наших терроруправлений, я встречался, разговаривал, то есть они эту работу проводят. То есть проводят сходы встречи с жителями, где им объясняют необходимость. Да, после каждой встречи количество заключенных договоров увеличивается, но оно все равно не... Недостаточно. Не массово. 40, 50, 60 процентов, ну 60 это уже много, то есть это уже высокий уровень, то есть для... Это все приходится работать в ручном режиме, встречаясь там с небольшим количеством людей, то есть нельзя это разово, скажем, провести, встретился и все. И завтра все заключили договоры. То есть вот здесь вопросы про Светильска, она и к нам, как общественная организация, и к вам, как средства массовой информации, она распространяется. Мы стараемся. Наш звукорежиссер Артем, видимо, терпит, терпит, я думаю, сейчас выключит нам микрофон уже, мы немножко перебрали, должны сделать небольшую паузу, скоро продолжим. Куда пойдем дальше? В эфир. В эфир, хорошо. Хорошо. Дмитрий Сергеев, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта, с ним беседуем об итогах работы УНФ, нашего регионального штаба, за последний год, очень много направлений, еще раз повторюсь. И вот в честь того, что зима уже близко, давайте поговорим именно... Да, вот хочется про планы спросить. Да. Не столько про итоги, сколько про планы. Вспомнили, как коллега Дмитрия Валерьевича Константин Сичихин рассказывал о попытках подсчитать, сколько же снега вывозится из нашего города, вот будете ли выдержать... И сколько же должно вывозиться на самом деле. Вы говорите ли, держать руку на пульсе и грядущей зимой, потому что тема... Руку на пульсе мы обязательно будем держать. Почему? Потому что проблема в этом году, в зависимости от погодных условий, она все равно будет. Здесь у нас ряд несколько направлений, связанных, скажем, с зимним периодом. Это и как раз контроль за вывозом снега, за объемами. Второй вопрос, это организация снежных свалок. И третий, это больше, наверное, относится к удаленным населенным пунктам в области. Это снежный плен, когда после прохождения снежных снегопадов и метелей, некоторые населенные пункты остались отрезанными от большой земли. Наверное, с последнего. То есть у нас были просто в ручном режиме обращения от жителей, когда они остались отрезанными. Здесь вопрос решался просто обращения в те органы, которые должны за этим наблюдать, это контролировать. То есть зачастую это был просто низкий контроль за выполнениями подрядчиками работами, когда галочку ставили, что работа выполнена, на самом деле никто не выезжал. Как правило, договоры на очистку дорог, они были заключены, но вот после нашего вмешательства, да, там дороги почистили. Еще раз, наверное, вопрос в контроле со стороны соответствующих структур. Это первый момент. Второй вопрос по снежным полигонам. То есть снежный полигон, он должен соответствующим образом быть организован. То есть после того, как снег сходит, там остаются вредные вещества, которые убраны с наших дорог. Это и бытовой мусор, который вместе со снегом там был организован. То есть должна производиться рекультивация. На самом деле снежных полигонов у нас нет. То есть у нас организованы просто снежные свалки. То есть они складируются в определенном месте, и после того, как снег сходит, в лучшем случае там убирается мусор. А кто решает, кстати, где именно будет зимой организована свалка? Администрация? Коллегиально как-то или кто-то лично принимает решение? Давайте здесь. Вот такого коллегиального органа у нас для принятия решения нет. То есть у нас есть подрядная организация, которая имеет свою территорию, и на этих территориях они организовывают места для складирования снега. Соответственно, об этих местах муниципалитет уведомлен, но как свалка она не оформлена. То есть необходимых мероприятий для этого не проведено. То есть помимо того, что рекультивация, эта территория хотя бы должна быть огорожена, и должна быть охрана, которая помимо того, что не допускает посторонних людей, но и производит еще какой-то учет с того, сколько сюда завезено. То есть вот это то, с чем мы столкнулись в прошлом году в текущую зиму, то, чего не было. То есть не было ни ограждения, ни учета. Мы только из четырех свалок на одной нашли сторожа, и то, который, скажем так, из вагончика смотрел, что ну, зашла машина и зашла. Это после работы УНФ, простите, я уточню, городская администрация как-то активно начала говорить о том, что нам нужна муниципальная свалка. Я помню, в нашем эфире экс-начальник управления благоустройства и транспорта Вячеслав Симаков говорил о том, что мы начинаем работать, и на создание одного проекта этой муниципальной свалки надо больше 20 миллионов рублей потратить. Надеюсь, что да. Это ваша заслуга, да? Надеюсь. Заслуга УНФ, я имею в виду. Надеюсь. Я думаю, мы одни только занимаемся этим вопросом, поэтому здесь не буду перетягивать одеяло на себя, но в том числе и наше обращение через средства массовой информации, они все-таки доходят до нужных ушей, до ушей руководителя нашего города. То есть в этом году также будете машинки считать? Мы не считаем машинки, мы с другой стороны подходим. То есть организована ли работа для того, чтобы посчитать машинки? То есть вот если помните прошлый год, там утром появляется информация, столько-то тонн снега вывезено. Откуда эта цифра взялась? Оказывается, она взялась из отчетов тех, кто за деньги должен вывозить снег. Тех, кто вывозит? Адречиков. А кто проверил? Кто эту цифру может подтвердить? А вот тишина. То есть одним из условий муниципального контракта, это было оборудование машин системами GPS, для того, чтобы можно было через систему GPS считать, сколько рейсов они сделали на грузоподъемность, но хотя бы мы могли бы какую-то приблизительную картину увидеть. Примерно, да. К сожалению, у подрядчиков не весь автотранспорт был оборудован. То есть вот системы контроля, опять же, со стороны заказчика муниципалитета не было налажено. Ну и плюс к тому, вывозились на полигоны, которые принадлежали самим же подрядчикам. То есть, ну, одна рука вывозит, ну, условно говоря, одна рука должна контролировать другую, но достоверность такой информации, наверное, не вызывает. Интересная схема. В общем, большие сомнения в том, что этим данным стоит доверять уж так. Ну, во всяком случае, это не очень хорошо, когда считают и контролируешь сам себя. Так что вот в отношении этой работы, эту работу мы будем снова продолжать. И вот на сайте госзакупок контракты, которые на вывоз снега заключают муниципалитет, к сожалению, к ним у нас есть вопросы, и мы свои запросы отправили снова в муниципалитет, где вопрос по системам GPS опять как-то, так скажем, ну, замылен. Ну, контракт, если я не ошибаюсь, тот первый должен был с 30 октября. Они уже на выходе. На выходе, да, уже там сумма какая-то смешная, 10 миллионов рублей почти. Ну, там разбито не один подрядчик убегает из города, то есть там разбито на какие-то лоты, то есть на территории, где за каждой территорией будет закреплен свой подрядчик. А если снова, не дай бог, ситуация вот прошлой зимы повторится? Значит, снова мы будем... Город в снегу, ничего не убрано. Во-первых, нам нужно будет выявлять эту проблему там, где вопросы не решены, и снова будем обращаться в правоохранительные органы, в надзорные органы для принятия мер, соответственно, там, прокурорского воздействия. То есть есть закон, по которому муниципалитет должен выполнять этот закон. Мы не просим ничего больше. А есть у вас что-то еще в планах, то, чего не было? Новое направление работы какое-то? Да. Новое направление вот этой самой проверки. Или уже охватили как-то все? Нет. Есть еще крыши, с которых снег падает периодически. Здесь вопрос, опять же, соблюдение законодательства. То есть у нас есть сроки, через которые должны управляющие компании производить очистку крыш. То есть, опять же, вопрос соблюдения законодательства. Снегопад там написано, через столько-то ты должен выйти и все почистить. Да, да. Если люди увидели над головой сосульку, ну, у нас в прошлом году неплохо поработали. В принципе, муниципалитеты были горячие линии, куда можно было жителям обратиться с такой информацией. То есть, если люди не знали, куда могли бы обратиться и к нам, мы, соответственно, меры принимали. Есть пара минут до рекламы. Мы заговорили о госзакупках. Вы эту сферу тоже контролируете. Какие-то основные позиции, пожалуйста, обозначьте, Дмитрий Валерьевич. Все ли по оценкам МНФ там гладко или далеко не все? Ну, во-первых, нарушений, конечно, стало меньше. Может быть, изощренней. Какого рода нарушения при госзакупках? Ну, вот давайте последнее. В прошлом году у нас были определены какие-то предельные цифры для каких-то определенных видов товаров. То есть, по автомобилям, например. То есть, такой самый популярный предмет госзакупок. У нас вроде не часто сейчас покупается автомобиль. Но, тем не менее, цифры были, некоторые ориентиры обозначены. И вот в этом году, например, городская дума выставила лот на закупку ноутбуков, планшетов, мобильных телефонов, мебели. Где, по нашему мнению, цифры были несколько завышены. То есть, после нашего обращения лот был исправлен. То есть, цены были убавлены. Нули сейчас один. Ну, не нуль, но, скажем... Запятую переставили. Если мы говорим по компьютерам, по планшетам, то это примерно в районе 30%. На 30% меньше, да? На 30% меньше. То есть, это предельная цена. То есть, если по транспорту 40%, если по мебели, то здесь цифра почти 100%. То есть, почти в два раза цену опустили. То есть, вот, контроль за этим мы продолжаем. Ну, в рабочем порядке. Раньше беспредела было больше, поэтому каких-то таких цифр, каких-то резонансных было, мы бы назвали больше. Сейчас это все-таки, ну, понимаешь, что кто-то за этим смотрит. Но данные открытия... И не обязательно ОНФ может это все наблюдать. Любой желающий, да. А по автомобилям, кстати, что? Ну, цена была убавлена на закупаемый от на 40%. То есть, максимальная цена. Гурдумы, опять же, такие. Да. На 40%. Почти наполовину. Нет слов. Кстати, меня подкупает позиция администрации Сургута. Вы слышали, да, что принято решение отказаться полностью от служебных автомобилей для чиновников и пользоваться услугами такси. А в Ижевске чиновников на такси пересадили, вот, тоже недавно. Тоже? Да. С приходом нового губернатора пересадили чиновников на такси. То есть, распродали парк или распродают этот автомобиль, насколько это возможно? Пусть чиновники нашей администрации считают, если это выгодно, показывают депутатам городской думы и не утверждают им такую программу. Вот в Сургуте, по крайней мере, говорят о том, что существенная экономия будет. Нет, это все-таки государственная машина. Не личное пользование. Да, я имею в виду... Для служебных автомобилей. Да, со служебными автомобилями. По собственной воле, мне кажется, нет. Реклама у нас сейчас сбудется, и мы скоро продолжим нашу беседу с Дмитрием Сергеевым, сопредседателем регионального штаба ОНФ. Мы возвращаемся в эфир. Это «Дневной разворот». Владимир Сметанин и Юлия Афанасьева. Обсуждаем мы сегодня итоги деятельности Общероссийского народного фронта. Но это не значит, что все завершается прямо здесь вот. Да, это не значит, что все завершается. Это значит, что все продолжается. И в студии у нас сегодня Дмитрий Сергеев, сопредседатель регионального штаба ОНФ. И дальше про детей поговорим. Давайте, да, ОНФ контролирует все-таки и детские площадки, и равные возможности детям есть направление. Увы, вот нередкие у нас печальные случаи, да, эти, когда на детских площадках дети травмируются. Это у вас тоже на особом счету, эта тема. Здесь, эта тема, наверное, не этого года, даже на тему прошлого года, когда мы обратились, вернее, наверное, тему подняли все-таки жители, когда произошли случаи травм, когда в ненадлежащем состоянии находятся детские площадки. И здесь, как работа строилась? После обращения, естественно, мы выезжали на эти места, проводили мониторинги, причем не только в городе Кирове, но и по области. И примерно 60% тех детских площадок, на которых мы побывали, находятся в аварийном, либо в неудовлетворительном состоянии. То есть они были построены много-много лет назад? Не обязательно. Ими никто не занимался? Они были построены не так давно, но в силу разных обстоятельств, вандализма, низкого качества, физического износа, то есть на сегодняшний момент они просто не удовлетворяют требованиям нормативным, а зачастую могут быть даже просто опасны для детей. А детскими площадками заниматься должен кто? А вот это самый хороший вопрос. Почему? То есть мы не добились какого-то единого органа, либо каких-то единых требований к детским площадкам. Вот эту проблему мы выявили, и сейчас ее пытаемся решить. Но если она на территории дома... Да. ТСЖ? Кто? Управляющая компания? Это у нас, собственно, все жильцы жильцов. Да. То есть, соответственно, управляющая компания обязана проводить работы по содержанию общедалевого имущества. Детские площадки, помимо этого, находятся еще и на муниципальных территориях. То есть здесь, соответственно, муниципалитет должен выделять средства для их содержания. То есть то, чего мы на сегодняшний момент пока не обнаружили. Вообще нет такой строки? Не все муниципалитеты на это предусматривают денежные средства. Проблему мы эту с прошлого года начали мониторить, и в этом году результаты, в принципе, они остались на прежнем уровне, то есть никаких подвижек мы не обнаружили. Как здесь нужно поступать? То есть если это детская площадка на муниципалитет... Опять же, здесь, наверное, первый вопрос – это просвещение. То есть люди должны знать, что с этим делать. Если это на вашей придомовой территории, то управляющая компания обязана проводить работы по содержанию общедалевого имущества, к которому относится в том числе и детская площадка. А вы глубже копали вопрос, я имею в виду, например, по проекту поддержки местных инициатив, по которому как раз-таки это одна из популярных направлений средства детских спортивных площадок. Люди изначально там понимают, что вот построят площадку, клево будет, и не задумываются о том, что дальше... К сожалению, в тарифы на содержание общедалевого имущества отдельной строкой детская площадка не входит. То есть трудно, скажем, вычленить из квартплаты, сколько же нужно содержать денег, которые должны потратить управляющие компании. Зачастую управляющие компании действуют только по обращению. То есть когда появилось обращение от жителей, либо от нас, то есть они выезжают, какие-то действия делают. Зачастую это сводится к демонтажу, к уборке опасных объектов. То есть восстановления имущества не происходит. А если бы каждый год проходили эти работы, то может быть, оно до такого состояния бы и не дошло. То есть это первый момент. То есть здесь от собственников, от жителей должна идти инициатива о том, чтобы обязывать управляющую компанию проводить какие-то именно регламентные поддерживающие работы для того, чтобы не довести до того, что нужно это демонтировать. Конечно, по опасным каким-то объектам, то есть их нужно убирать. Здесь вопросов какого-то сожаления здесь нет. По муниципальным детским площадкам, вот как раз они построены, в том числе и по программе поддержки местных инициатив, могут быть по каким-то другим программам, а дальше они остаются, скажем так, практически бесхозными. То есть за ними не закреплен какая-то конкретная организация или какое-то конкретное лицо, которое отвечает за их содержание. К сожалению, такие случаи приводят в том числе и к травматизму детей. По программе поддержки местных инициатив. Если площадка такая строится, либо по программе комфортной городской среды, то если она строится на земле, которая принадлежит дому, общего пользования, соответственно, она автоматически становится вашим общедалевым имуществом, на которое вы должны выделять деньги для содержания. Через управляющую, через ТСЖ, через ТОС, то есть вот это уже получается, как собственник вы это отвечаете. Это ваше, вы его содержите. Все об этом знают? К сожалению, нет. Не все? Нет. К сожалению. Жители домов, рядом с которыми как раз появились новые детские площадки? К сожалению, нет. Но, скажем, по программе формирования комфортной городской среды один из упоров на дворовых встречах это войти в программу, получить поддержку из бюджета это одно. А второй вопрос, на который мы уделяем внимание, хотя бы в рамках информирования, то, что вы потом будете за этим содержать, это вы будете содержать. Это будет ваше. Вы можете перечислить основные требования к состоянию детской площадки? То есть вот люди, у которых во дворе есть детская площадка, они должны на что сейчас обратить внимание? Вот есть нормативный документ, носящий рекомендательный характер. Они есть на федеральном уровне. К сожалению, нормативного документа, который носит обязательный характер, его не существует ни на федеральном уровне, ни на муниципальном, ни на областном. То есть вот, чтобы прийти и сказать, что здесь не соответствует, и привлечь управляющую компанию, условно говоря, или какое-то должностное лицо к ответственности, вот этой возможности на сегодняшний момент нет. Общие какие-то требования, да, то есть это целостность конструкции, это отсутствие какой-то деформации, это отсутствие острых углов, торчащих элементов. Ну вот какие-то, так скажем, на бытовом уровне доступные понятия. Понятия, только вот этим мы и руководствуемся. Больше нормативного документа его, к сожалению, нет. Ну и естественно, если жители решили установить детскую площадку, сейчас вариантов очень много, дорогих, не очень дорогих, нужно все-таки смотреть, соответствует ли ГОСТам. Да. Вот эта вся конструкция, то есть подходит ли она под всю документацию. Но на самом деле ГОСТ это такая штука, в которой не специалист, не разберется. А если разберется, то потратит на это кучу личного времени и моральных сил. Здесь вопрос, во-первых, производитель обязан предоставлять документы, подтверждающие соответствие, то есть это сертификаты, это паспорта, да, то есть где он, как производитель, он отвечает или он декларирует о том, что проданный там построенный объект соответствует необходимым документам. То есть это первоначально то, к чему любой житель может проверить. А если у вас просто визуально вызывают какие-то элементы сомнений, тогда уже здесь нужно обращаться к специалистам. Равные возможности детям. Об этом еще хотим поговорить. Значит, это один из мониторингов, который прошел у нас недавно. Цель была какая? То есть помимо бесплатных каких-то кружков секций, у нас существуют еще и платные секции, и кружки, куда родители вводят своих детей. Так вот, в рамках нашего мониторинга у нас получилась такая средняя сумма, которую тратят родители, либо готовы потратить родители на дополнительное образование своих детей, это получилось где-то в районе 7 тысяч рублей. То есть сумма довольно-таки серьезная. В месяц, да? Да, в месяц. Причем... Это о каких детях мы сейчас говорим? О школьнике, да? Это школьники. Школьники. Это школьники до школьного возраста, то есть те дети, которые подходят к школьному возрасту, и школьники. Помимо этого, существуют бесплатные кружки и секции, которым, скажем, не все дети имеют равный доступ, равные возможности получить дополнительное образование. И по распределению, я тут не открою ничего нового, но, скажем, в городе это более доступно. Если мы смотрим населенные пункты, которые там далеко от города находятся, то это все менее и менее доступно. То есть вот проблему доступности дополнительного дошкольного образования, мы на ней как бы сейчас уделили внимание. Результаты мониторинга у нас есть. Сейчас у нас будут обращения по созданию дополнительных каких-то секций кружков, там, где мы видим, этого не хватает. Помимо этого, мы сами начали организовывать, ну, с помощью неравнодушных людей. То есть есть обращения, где люди просто сами в силу своего опыта, знаний и соответствующих требованиям готовы организовать дополнительные кружки. То есть этим направлением тоже занимаемся. И у нас есть два случая, когда нам удалось с помощью волонтеров организовать дополнительное образование для детей. Дмитрий Валерьевич, ну как вот? А пример можно? Да. То есть был организован курс по... Сейчас как это сформулировать? То есть детей просто научили держать нитку, иголку в руках. То есть там, не скажу, что это кройка и шитье, но какими-то такими бытовыми себя обслуживать. Да, то есть вот показалось, что не все дети эти могут. Это на базе одной из воскресных школ в городе Кирея. Дмитрий Валерьевич, а как вот в отдаленном населенном пункте, где малокомплектная школа, потихоньку загибающаяся, где работает небольшое количество педагогов, как в таких условиях организовать еще какое-то дополнительное обучение? Образование. Образование, да. То есть если мы видим на территории есть люди, которые бы готовы... Там деньги небольшие выделяются на это. Но если есть люди, которые готовы в этом вопросе поучаствовать, то как общественная организация мы можем выйти с предложением организовать на базе, например, сельской школы или на базе сельского клуба, библиотеки. То есть места какие-то все равно у нас общественные там есть. Организовать еще дополнительно какое-то образование для детей. Хорошо. У нас остается буквально две минуты до конца нашего разговора. Тем-то, конечно, еще предостаточно. Ну, давайте, наверное, все-таки будем завершать. По итогам региональной конференции УНФ вы подготовили предложение. Они готовятся. Готовятся. Губернатору, я имею в виду, Кировской области, Игорю Васильеву. Расскажите, что это будут за темы? Ну, наверное, здесь опережать я бы не хотел. Единственное направление, какие есть направления. То есть это и экологические направления. Это направление, связанное с ремонтом наших дворовых территорий и мест общей пользы по программе комфортной городской среды. А что там губернатор может? Программа федеральная. Дальше она на уровне области должна быть тоже создана программа. Предусмотрен свой бюджет, соответственно. Соответственно, должны. Дальше на основании областной программы составляются еще и муниципальные. Либо наоборот, на основании муниципальных программ составляются областные. То есть в городе Кирове муниципальная программа создана. На уровне области у нас не создана. Помимо этого, например, у нас созданы межведомственные комиссии, которые организуют, контролируют, как-то, может быть, координируют работу по этой программе. Так вот, в Кировской области такая комиссия собиралась всего два раза. Этого недостаточно? Просто нам трудно оценить. Например, в городе, в Ижевской области она собирается с периодичностью раз в неделю. В Ижевской области, в смысле, в Удмуртии? В Удмуртии. В Ижевской области. Прошу прощения. В городе Ижевской области. Нет, но главное все поняли, о чем идет речь. Уже к концу эфира начинают. То есть результаты там работы гораздо эффективнее. То есть есть какие-то системные ошибки, которые выявляются в ходе реализации программ, которые можно было бы, скажем, в рабочем режиме решать. Но поскольку мы увиделись в начале и в конце, то есть в конце мы только, ну да, уже случилось. Кстати, очень удобно, что вы имеете возможность оперативно сравнивать между регионами. Есть такая возможность. Да, потому что не всегда, да, понятно вообще, это много, мало вот то, что у тебя в регионе происходит. И когда ты сравниваешь, то получаешь сравнительную картинку. Так, экология, формирование комфортной городской среды. Какие еще направления войдут? Были обращения у нас по социальным вопросам. Это связано с медикаментозным обеспечением и с комплектацией кадров в сельских библиотеках. То есть вот такие как бы это ни одно, ни два, ни три. Это несколько направлений, о которых мы готовили предложения, которые сейчас мы ждем, скажем, какие-то еще, может быть, дополнения, какие-то, может быть, обобщения от наших активистов. И дальше они будут уже опубликованы и направлены в губернаторию. А когда лягут на стол они непосредственно на главе региона? В ноябре месяце. В ноябре? До конца месяца. До конца месяца. Спасибо. На этом завершается программа «Дневной разворот». Дмитрий Сергеев, сопредседатель регионального штаба ОНФ. Наш гость. Спасибо большое. Я, видимо, прощаюсь. Юли, еще нет особого мнения. А я остаюсь. Да, особое мнение через 20 минут с Михаилом Шевелевым. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо. Спасибо вам. Всего доброго.